Новый экзотический квест, наконец-то, то что мы любим. Привет Страж, меня зовут Джонни Лейни, и я рад видеть снова тебя на канале Трипл Вайп. Пока многие Стражи 5 октября превозмогали новый рейд, в игре запустилось несколько мероприятий по отражению атаки вексов. Как минимум уже два квеста с ними связано. Первый вы берете Уикоры в башне, а второй найти случайно не так легко. Но зато он на экзотическую новую лучевую винтовку Божественность. Новая лучевая винтовка, да, да еще какая, о ней обязательно будет отдельное видео, в котором я расскажу, почему она теперь необходима в каждой команде на практически любое испытание. Давайте теперь по порядку, как ее получить. Во-первых, нужно добыть квестовый предмет. Выбить его можно из Гейтлорда на Луне. Это огромный минотавр, который будет охранять главные врата в Черный Сад. Именно через эти врата вы с командой и будете попадать в новый рейд Сад Спасения. Находится он вот в этой скрытой пещере, долететь до которой проще из локации Гавань Скорби. Прилетев на место, тебе нужно истреблять вексов до тех пор, пока из врат не выйдет нужный нам минотавр. Уничтожаем гиганта и подбираем квестовый предмет, что... что это? Как всегда, описание предмета говорит загадками, но для этого ты и включил это видео, чтобы загадки не задерживали тебя слишком уж надолго, на пути к новому экзоту, верно? Летим на NES, в локацию Край Артефакта и спускаемся в затерянный сектор недалеко от точки высадки. Проходить его целиком не обязательно, нас интересует секретная ниша в левой стене. Тут нужно просканировать датасеть. Как только вы прожмете кнопку сканирования, сработает система безопасности вексов, и в комнате заспаунятся несколько охранников из черного сада. Они не такие опасные, как охранники из Дикси, так что спокойно разбираем их и сканируем нужную нам сеть еще раз. За одно сканирование вы получаете в прогресс 33%, а значит, нужно найти еще две сети. Следующая находится в локации Резервуар, в другом затерянном секторе Слияние. Комната с датасетью расположена справа. Процедура та же, попытка взлома, срабатывание охранной системы, зачистка и нормальное сканирование. 66%. Летим в последний сектор. Локация Узел, сектор под названием Пристанище Древнего. Местная датасеть будет скрыта в пещере слева от прохода к сундуку. Итак, все просканировали, квестовый предмет обновился, теперь шкала на нем отображает страшное число 120. Что нужно делать? 120 раз пройти новый рейд? Сыграть 120 матчей гамбита с оружием вексов? Нет, боже упаси. Все проще, отправляйтесь в новую арену нападения вексов и просто пробегайте ее. За уничтоженных вексов вы будете получать ресурс, фрагмент дешифровального ядра. Если будете выполнять это в команде, то прогресс будет идти быстрее, ведь за убитых вашими напарниками врагов вам также будут доставаться ресурсы. Добили 120 несчастных вексов и релик обновился? Теперь нам нужно зарядить ядро. Для этого нам нужен тот самый магический артефакт, что мы добыли у Улья. Летим на луну и обращаемся к ликтурну. Если у вас есть в инвентаре 30 фрагментов призраков, синих ресурсов, то сразу обновляйте свой экзотический артефакт. Если фрагментов недостаточно, либо докупайте их на месте за планетарные ресурсы луны, либо выполняйте контракты на убийство кошмаров. Дальше наш неизвестный релик превратится в ключ, который нам нужен в Черном Саду. Да-да, Страж, отправляемся в новый рейд Сад Спасения. Там нас ждет несколько головоломок, которые как раз и приведут нас к получению заветного экзота. В самом начале рейда, как только вы зайдете во врата, разворачивайтесь и спрыгивайте вниз. Тут вам нужно найти под платформой ход в комнату, в которой вы и активируете нужные вам головоломки. Активируйте релик и выбирайтесь из комнаты по появившимся на выходе платформам. Теперь вашей команде нужно поделиться на две тройки и разойтись по две стороны вот этого коридора. Игроки расставляются по ступенькам внутри зала и передают по цепочке луч, проведя его через каждого игрока и замкнув цепь. Принцип цепи, как и на первом этапе рейда, да как на любом этапе рейда. Далее проходите первый этап и на большой цветочной поляне ищите вторую загадку. Тут также проводите цепь через всех игроков, замкнув в комнате, через которую вы пришли, как показано на видео. Выбираемся и идем дальше, в зеленую локацию, где мы брали скрытый сундук. Проходите чуть дальше по правой стороне и вот на этом большом дереве также создавайте цепь, которую теперь замыкайте по кольцу, пропустив ее через все оранжевые замки. Двигайтесь, приседайте, находите нужное положение и идем дальше. Следующий пазл после третьего этапа. Сначала также замыкаем цепь, пропустив через все релики. Затем подходим снова к раздатчику, один игрок стреляет и все, связавшись, должны донести эту самую связку до другого места на противоположной стороне трубы. Можно обойти, можно пропрыгать, но учтите, что если решите обойти шаткие платформы, то на той стороне появятся гарпии-взрывахи, убежать от которых без смертей и сохранив баф, может оказаться непросто. Когда доберетесь, расставляйтесь по позициям и также пропускайте поток через все шесть горящих точек. Идем дальше, до водопадов. Тут, в комнате за водопадом, нужно решить последнюю головоломку. Сначала выстраиваетесь в линию и проводите просто прямую от ключа до замка, а затем перемещаетесь к этим шести платформам. Также выстраиваетесь в линию от ключа к замку и проводите цепь через всех игроков, а затем делитесь по тройкам для упрощения нумерации. Первый, второй и третий от ключа и также первый, второй и третий от замка. Когда первый игрок, который стоит ближе к ключу, начнет цепь, а все игроки будут стоять на кнопках, вы увидите проекцию цепи. Рисунок, который вам нужно повторить порядка 5-7 раз без разрыва сети. Чтобы понять каждому игроку, куда вставать, отсчитывайте количество точек, через которые проходит эта проекция от ключа или от замка, в зависимости от того, в какой вы тройке. Это все. Последний пазл. Идите дальше по этапам рейда, убивайте главного босса и при получении награды за рейд, не забудьте открыть второй сундук, из которого и получите заветный экзот. Поздравляю, счастливый обладатель! Твой арсенал пополнен очень крутым оружием. Жми лайк, если хочешь скорее отдельный ролик с обзором его достоинств и недостатков, а я пока прощаюсь. Спасибо за просмотр. Счастливо!